Сегодня у нас уже третий стрим на нашем телеграм-канале. И у нас в гостях Анастасия Буракова, основательница и руководительница Ковчега. Этот стрим мне сегодня будет помогать вести мой коллега Даниил Чебыкин. Всем привет. Анастасия, приветствую. Отлично слышно. Отлично слышно. Сегодня мы поговорим о том, какие последствия для наших сограждан несет новое законодательство о призыве, которое, наверное, и на мобилизацию тоже повлияет. И Ковчег очень много помогал нашим согражданам во время большой волны отъездов из-за мобилизации. И до этого тоже помогал. Поэтому мы решили сегодня поговорить с Анастасией на все эти темы. У нас есть некоторое количество вопросов, которые вы задавали заранее. Мы начнем, пожалуй, с них. И если там будет еще время, мы как-то вопросы уже из тех, кто сейчас присутствует, тоже попробуем услышать и задать. Да, мы будем в эфире около часа и последние минут 15-20. Каждому, кто поднимет руку, мы дадим им возможность просто задать интересующий вопрос. Если вы на него не получили ответа в течение эфира, можно будет задать просто вопрос нам или Анастасии. Да, только просьба задавать такие вопросы, чтобы их было интересно всем слушать. Да, ну и просьба мне повторяться. Да, я думаю, пожалуй, можно начинать. Тогда у нас, собственно, первый же вопрос к Анастасии. Расскажи, пожалуйста, о новых поправках. Кому стоит опасаться повестки? И вообще, есть ли хоть какой-то способ избежать ее получения сейчас? Стоит опасаться всем, в том числе стоит опасаться иммобилизации, потому что указ о так называемом иммобилизации до сих пор действует. Его никто не отменял. И пресс-секретаря Путина, и многочисленных иммобилизаций действуют. Поэтому вот сейчас разговариваем. Каждому могут вверхаться в дверь, и он иммобилизаций продолжит для этого никакого законодательного обсуждения или какого-то выступления. Поэтому я думаю, что чиновники усыпляют бдительность, когда им появляется новая пушечная фронта, они могли просто прийти и постучать в дверь, не объявляя дополнительный мер. Что касается срочников, то, конечно, срочники в большей опасности. И более того, сейчас планируем проверить количество призывников и вести призывные мероприятия более активно. Это говорили и на Министерство обороны официально заявляли. Поэтому тем, кто призывного возраста, кто подходит под срочную службу и не подходит под срочную службу, это гораздо больше. Ну и больше. Сильно проще, например, заставить срочника уже в условиях воинской части подписать контракт, чем бегать за теми, кого можно мобилизовать с гражданки, потому что человек в неволе, человек ответственно от информации, и часто срочников уговорами или обманом заставляют подписывать контракт. Поэтому первое главное правило, не ходите в военкомат. Электронная ли повестка, которая еще пока не рассылается, но тем не менее, я думаю, скоро начнут на госуслуги, или вам пришло письмо по почте, или что-то еще, не ходите в военкомат. Если что, помните такое главное правило, сохранить жизнь и здоровье. Поэтому даже из колонии выходят, а из полиэтиленового мешка уже никуда не выходят, только в глупицу готовятся. Поэтому не ходите в военкомат, если вы не явитесь по повестке, а теперь не получите ее, или, как в законе эта повестка считается врученной в течение 7 дней с момента отправки электронным способом, и с момента, когда человек отказался получать почтовое отправление, или его, не знаю, совершеннолетние родственники, так вот, за неявку по врученной повестке, административная ответственность за неоднократную неявку, то есть злостное уголовное дело, но это только на срочников, на мобилизованных, пока это не распространяется, и уголовной ответственности за неявку по повестке в рамках мобилизации нет, несмотря на всякие разные шизофренические заявления депутатов. Так что, соотносить риски и риск быть убитым, отправленным на преступную войну, он не сравним с риском быть привлеченным к уголовной ответственности. Да, спасибо. Но ты говоришь, что это не распространяется на мобилизованных, но как ты думаешь, они будут это дальше для какой-то новой волны объявлений, или это будет тайная рассылка, для того, чтобы... Потому что большая часть опасений, которые высказывают, это то, что будет не только срочников, а вообще вот всех, как относящихся к мобилизации. Какое мнение твое на этот счет? Порядок вручения повесток, я тебя немножко извини, поправлю, порядок вручения повесток на мобилизованных тоже будет распространяться, он общий, порядок вручения любых повесток, нет уголовной ответственности для тех, кто не явился в повестке неоднократно в мобилизации, а не призыву на срочную службу. А какой вопрос ты задал? Извини, пожалуйста. А, ну ты сказала, что на мобилизованных это не распространяется, но мне кажется, мы все понимаем, что как раз для того, чтобы устроить новую волну мобилизации, это все и было устроено. Думаю, что они хотят иметь инструменты, и хотят иметь инструменты на случай, если они решат бросить в Украину человеческого ресурса россиян. И да, конечно, мы не видим активных мобилизационных мероприятий, но это не значит, что они не смогут начаться завтра. Вот люди тоже спрашивают, что они не хотят идти в военкомат, но хотят каким-то образом получить отсрочку. Как ты думаешь, есть какие-то способы? Конечно, есть. И обратитесь к пистам, которые специализируются на военной службе. Здесь у меня не будет какого-то рецепта, что если вы сделаете А, Б и В сопоставительно, то это будет гарантированная отсрочка. Во-первых, решение о призыве можно обжаловать. Мы сейчас говорим о срочниках, и многие этим успешно пользуются. Пока решение обжалуется, то, собственно, его действия приостанавливаются. То есть уже можно и дотянуть до конца текущего призыва. Что касается отсрочек, ну, конечно, это очное обучение. Конечно, это состояние здоровья. И как раз сейчас в ситуации войны россиян многих спасает коррумпированность в власти. Как бы это смешно и страшно не звучало одновременно. И поэтому военкоматы, медкомиссии до сих пор очень коррумпированы системой структуры. Поэтому здесь обратитесь к юристам. Многие из них знают всякие методы, как, например, получить себе диагноз, который не позволяет призывать на срочную службу. Ну, или какие-то иные. Да, ну, то есть если коротко подытожить, то выходы есть. То есть просто нагнетается такая, как про юстерия, что чуть ли не всех заберут на фронт. Но если разбирать с профильными юристами, с тем, кто занимается защитой прав призывников, оказывается, что все-таки есть механизмы, но они требуют участия человека более активного. То есть просто как раньше, там, не брать повестку больше не работает, приходится за свою жизнь буквально бороться. Да, ну и в том числе не ходите сами в военкомат, отправляйте человека по доверенности. Да, вот это очень важно. Ну, то есть вас там, не знаю, вы пришли в военкомат, вам тут же оформили решение медкомиссии, как будто там провели комиссию, есть решение о призыве на срочную службу, и все, и вас упаковали, и вы уже стоите в перцах. Так тоже бывает. Ну, то есть кто-то соблюдает какие-то процедуры и такие рамки правового предприятия, кто-то не соблюдает. Поэтому старайтесь сами там не показываться и не появляться. Спасибо. А что известно про новый вот реестр воинского учета, в котором будут фиксироваться все выданные повестки, которые, по сути, как бы отменяются мои понятия повестки? Когда он заработает? Ведь сейчас он все еще не работает. Есть об этом информация? Пока единственное, что известно, это то, что его нет. Нет, это единый реестр воинского учета, в рамках которого планируется создать единый реестр повесток, где как раз это все будет учитываться. Они хотят сделать такое активное межведомственное взаимодействие, которое будет работать в автоматическом режиме. Ну, то есть из военкомата сразу будут уходить данные, например, пока службы ФСП в части наложения запрета на выезд. Если налогают и ограничения чуть позже, то могут направить в Росреестр, еще куда-то. Сделки с недвижимостью и так далее. Но сейчас коррумпированная система не позволяет ее быстро перестроить на такой качественный, в кавычках, цифровой ГУЛАГ. Поэтому строили-строили, но так и в половину не брали, то стенка у ГУЛАГа отвалилась. Поэтому непонятно, когда он будет введен. В России реально выстроить такую систему межведомственного взаимодействия, потому что об этом говорили часто, и о синхронизации баз и прочем, но ВОЗ он и не там. Поэтому когда он будет введен, никто не знает. Но здесь хочу заметить, что в поправках указано, что те же действия до введения вот этого единого реестра воинского учета в действия могут предполагать и обычным способом, ну то есть в ручном режиме. Поэтому это, конечно, не автоматическая рассылка, и понятно, что это будет вручную и очень выборочно, потому что человеческий ресурс тоже так массово не получится ограничить права граждан. Но, тем не менее, такие меры могут применять уже вот сегодня. Вот еще люди спрашивают, думаю, как раз в контексте предыдущего вопроса будет хорошо задать. Как узнать, если ты в оперативных базах данных в аэропортах, на вокзалах, на погранпереходах, как обезопасить себя при выезде? Наверное, здесь как бы вопрос одновременно касается как тех, кого там уже политически преследуют, так и, наверное, тех, кто хочет уехать от призыва и мобилизации. Ну, никак, конечно, не узнаете. Представляете, если бы такой реестр был, то никто бы не узнает. Поэтому, конечно, вы нигде это не узнаете. Единый какой-то неоткрытый, незакрытый, доступный для круга населения базы нет. Но есть лазейка, например, если вы опасаетесь, что в отношении вас может быть возбуждено уголовное дело или по каким-то другим статьям уголовным, которые связаны с политической аккаунтой, вы можете заказать, если еще не удалили аккаунт на госуслугах, можете заказать справку об отсутствии судимости электронной. Но сейчас она делается достаточно хорошо для работы, еще находясь в России, ее сделали буквально за несколько дней. Сейчас это делается, ну, почти месяц занимает. Но, тем не менее, если там есть возбужденные уголовные дела, еще не доведенные до суда до приговора, то это справки отразится. Поэтому, ну, есть вот такая лазейка, но она достаточно долгая. Можете ежемесячно их заказывать и проверять. Спасибо. Ну, тогда такой вопрос без подробностей, потому что мы понимаем, что здесь лучше деликатно обойти. Но вообще есть способы, будут ли способы выехать из страны, если наложен запрет, куда стоит обращаться? Опять же, без конкретики, но да или нет. Просто для наших зрителей расскажи про такую возможность. Есть замечательные ребята, которым мы полностью доверяем. И если есть какие-то сложные случаи, то мы перенаправляем им, потому что у них есть соответствующая экспертиза. Это и проект «Идите лесом», и проект «Вывожук», и несколько других, чуть поменьше проектов, которые как раз помогают людям. И, в общем, если у вас есть какие-то вот такие ограничения, проблемы, вы можете написать им. И, конечно, нет какого-то универсального совета, потому что как только он будет озвучен, он уже часто перестанет работать. Поэтому, если вот такая ситуация, то общайтесь с этим организациям или другим, которые распространяют, в том числе и правозащитники, вам обязательно подскажем. А что ты можешь сказать насчет того, что сейчас активно начали переписывать свои недвижимости в квартире, там, машины на жены, других родственников? Это вообще способ действенный, ты его можешь порекомендовать, или это просто такая истерия? Я могу порекомендовать, если вы подлежите призыву на срочную службу, или, например, вы теоретически можете попасть под мобилизацию, я рекомендую сделать это, и если у вас, конечно, есть на кого переписать, сделать как можно скорее, пока на вас вот этого ограничения, на регистрационные действия, на недвижимость не наложено. В противном случае, у вас, конечно, ну, пока, по крайней мере, не заберут недвижимость или движимое имущество автомобиля, но вы не сможете ничего сделать, ну, по сути, до конца путинского режима, со своей квартирой или машиной. Если вы, как бы, продавать и не планировали, и, в общем-то, оно у вас есть, у вас доля в квартире, где вы владеете, замедленно со своими родственниками, то, в целом, как бы, запретно-регистрационные действия, наверное, не сильно актуален, но если вы в перспективе хотели что-то с недвижимостью сделать, и вот человек, то, да, лучше формить доверенность и, соответственно, обезопасить, в том числе, свое право собственности, которое гарантировано Конституцией, но власти на это. Да, здесь просто важно сказать, что эти все запреты, они налагаются бессрочно, что вообще, конечно, полнейшее нарушение прав всех, которые только можно представить, что у них даже нет срока. Пока человек не явится в военкомат, он не сможет распоряжаться своей собственной нажитой недвижимостью или там машиной. У меня есть еще вопрос, люди спрашивают, к чуть более раннему нашему обсуждению сегодня, если пришла повестка для уточнения данных, пребывающих в запасе, может ли в военкомат пойти кто-то по доверенности, а не сам гражданин? Да, может. Ну, некоторые военкомы вам скажут, что нет, мы только тут в публичную яру, но не надо на это вестись и не надо туда ходить. Такие повестки для уточнения данных воинского учета приходят в путем, ну, как минимум, последние три месяца, и, видимо, они готовятся создавать вот этот единственный воинский учет, но и собирают, актуализируют для него данные. Поэтому отправьте человека по доверенности, и здесь такие же правила, не подходите к военкомату. Ну, самый простой способ не подходить к военкомату – это уехать. Какие бы ты направления для срочной эмиграции посоветовала прямо сейчас? Какие страны? Ну, смотри, в первую очередь могу сказать, что эмиграция не может быть универсальным советом. Во-первых, это не плохо, во-вторых, не у всех есть специальность, которая позволяет работать дистанционно или найти работу за границей, или достаточный уровень владения языком, накопления, чтобы в первое время, пока вы ездите в работу, у кого-то больных, я здесь не могу сказать, что эмиграция – это вот что-то такое, что можно посоветовать всем, и все быстрее уезжайте. Но, тем не менее, если вы приняли такое решение, или у вас очень высокие риски, или у вас есть такая возможность, то зависит от того, какие у вас есть документы, есть ли у вас заграничный паспорт или только внутренний, если только внутрироссийский, то вы можете выехать в Армению, Казахстан, в Кыргызстан. Но, пожалуйста, не езжайте в Беларусь и не думайте, что там будет чем-то безопаснее, чем в России, потому что белорусы в том числе практикуют, белорусские силовики практикуют. И такие внепроцедурные механизмы, например, просто запихать вас в машину и везти назад на территорию Российской Федерации, а не проводить процедуру экстрадиции, рассматривать это дело в судебном порядке. Поэтому не выбирайте Беларусь, пожалуйста. И да, Казахстан, Армения, Кыргызстан, в принципе, лучше, меньше риска, скажем так, чем в России. Я не могу сказать, что это страны без рисков, но тем не менее. И хочу отметить, чтобы не наговаривать на замечательные страны, в том числе и где работает Ковчег, пока был только один случай выдачи людей, которые подверглись политически мотивированному преследованию или преследованию за то, что они отказывались воевать или дезинфицировать. Это выдача Жилина из Казахстана, майор ФСО. Но здесь надо понимать, что Кремль, конечно, очень нервно реагирует, когда люди, обладающие какими-то знаниями внутренними, в том числе сотрудник Федеральной службы охраны, даже региональной, это как бы обладание некоторой информацией, поэтому, видимо, по нему прямо была отдельная какая-то работа. Со всеми остальными пока все нормально. Я надеюсь, так и будет, и я надеюсь, что в том числе и страны, которые, к сожалению, из интересного контекста и географического положения так или иначе зависимы от России, что они так и будут продолжать поддерживаться принципов международного права и не выдавать людей, которые следуют по политическим мотивам или за антивоенной позиции. Ну, кроме Жилина, я, насколько помню, после этого и приостановили, было несколько случаев и больше никого и не выдавали даже из Казахстана, насколько я помню. То, что это осторожный оптимизм может внушать. Да, Богдан хотел что-то спросить. Да, давай. Зависит от того, насколько Кремль займется. Понятно, что если давят сильно, то могут и передавить. Но я надеюсь, все-таки и страны эти субъектны. И видно, что они тоже как бы войну не поддерживают, и никто из государств не сказал, ура, давай, убивай людей в соседней стране. Поэтому я все-таки надеюсь, что все будут придерживаться. Тогда такой вопрос. Многие люди рассматривали изначально как потенциальное направление эмиграции Европу. Но мы знаем, что сейчас Европа неохотно принимает россиян. Скажем, там существуют, конечно, гуманитарные визы, но они, очевидно, не для всех. Почему Европа проводит именно такую политику? Может быть, что-то можно сделать с этим? Здесь, смотри, в первую очередь я скажу, что действительно ряду стран, например, мы очень благодарны, когда люди, у которых есть исследования по политическим мотивам, предоставляют возможность по гуманитарным визам продолжать свою постоянную гражданскую деятельность из безопасного места. И на самом деле это, на мой взгляд, большой шаг, что европейские страны не отвернулись от России в гражданской области, в первую очередь, в этом вопросе. Что касается области, я всегда стараюсь смотреть на ситуацию с двух сторон и со стороны стран, которые эти запреты налагают, и со стороны стран, у которых открывается еще один путь, чтобы уехать от преступного режима и от преступной войны, и попыток на нее призвать людей. Это, ну, во-первых, страны, конечно, когда объявили мобилизацию, страны Балтии находятся ближе всего к России, есть сухопутная граница, и это маленькие страны. Надо понимать, что у нас население миллион триста, это, конечно, испугалось, что, во-первых, у них не увеличился стат сотрудников, украинские беды насильно вывезли в Россию, приезжают в Европу, в Европу, в Европе, через северо-запад России, то есть через там Нарву или Грандию, Латвию. И, конечно, грандслужбы уверены, этих людей надо верифицировать, и понятно, что у них просто нет как бы столько сотрудников и столько компетенции, чтобы понять, что к ним не едет под видом, например, человека, избегающего мобилизации, какой-нибудь пара с новичком, или пару туристов на шпили смотреть, или что к ним не едут люди, которые дезертировали из армии, потому что они подписали и решили, что все, им грозит отправка уже непосредственно на фронт убивать людей, и они как бы дезертировали. А могут ехать, например, те люди, которые совершали военные преступления против украинцев. И оперативно проверить они на границе не могут, просто вот как бы не увеличен штат. И плюс еще, конечно, и страны несут достаточно большую нагрузку по помощи украинскими. Несколько миллионов человек выехало из Украины с начала войны. И сейчас многие страны отменяют, например, даже те пособия, которые были, вопреки такому расхожему мнению, это не огромные деньги, это несколько сотен долларов, ну, то есть бывает 300 долларов, 400 долларов, и проживание часто в общежитиях, ну, то есть это не какие-то великие деньги, на которые можно шиковать. Достаточно скромное пособие, особенно если у человека, например, ничего не осталось в стране, и у него просто стерстится. Поэтому, во-первых, страны боятся проникновения агентов, военных преступников, и не имеют возможности верифицировать оперативно людей. Страны как бы боятся, что на их бюджет будет еще дополнительная налоговая нагрузка, люди будут поступаться на убийство, и, соответственно, им нужно будет предоставить. Это как бы аргументация европейских стран, которые, конечно, в первую очередь руководствуются своими интересами. Ну, каждый из нас в первую очередь думает о своих интересах, но, конечно, перегибы есть, в том числе, и по выдаче шенгенских виз, краткосрочных. Недавно был случай, когда мужчине отказали просто, потому что он призывного возраста. Мы отказались выдать. Это перебор, на мой взгляд. И когда человек подается на визу заблаговременно, то у них, конечно, срок увеличен, тем более, распространяется в расчете, страны имеют возможность верифицировать человека и посмотреть его предысторию, как это делается при консульской проверке. Вот, поэтому, ну, по этим случаям я так скажу, что многие организации, в том числе, работаем, и, например, еще в начале войны мы звонили во все колокола и говорили, что хотя бы иммиграционные визы, учебные, рабочие, нужно выдавать не в стране гражданства и не в стране ВНЖ, ну, то есть, условно, человек подписан в военную визу, он потихонку ищет работу, где-то находит какой-то рабочий оффер и пытается покупать в европейский университет какой-нибудь, и дальше ему говорят, ну, вот теперь езжай в Москву, и там получай визу. Человек не может приехать, он уехал из антивоенной позиции, у него есть риск, и, например, не сделать какое-то окно в зарубежных диппредставительствах, где можно было бы принимать в стране без привычки гражданства. Но в итоге несколько стран согласилось, ну, например, немцы, все виды иммиграционных виз, теперь выдают в странах ВНЖ. Но процессы этого двигаются, во-первых, они очень реализованы, чтобы изменить какой-то порядок, даже на уровне инвестиции, это достаточно большой. Ну, и мы, я думаю, что мы, россияне глобально, должны предложить какой-то механизм. Ну, то есть вот как раз мы обсуждали с ребятами из команды Ковчега, и я вижу его… Ну, у нас как раз, да, следующий вопрос про это, что, если можешь, расскажи, ну, если на Европу надеяться, ну, как у многих есть такое отчаяние, но нет смысла, как российское гражданское общество помогает тем, кто бежит от войны, от политических репрессий? Вот там существует Ковчег, как такое, ну, большое объединение, как бы, большая организация известная, но, ну, расскажи, что делает Ковчег, и, ну, и другие организации, к которым можно обратиться, те, кто бежит от мобилизации или, там, от политических репрессий внутри России. Извините, мне какой-то звоним на телефон, и вы немножко зависли, но я поняла твой вопрос. Давай я тут очень-очень коротко закончу. Ну, говорите, например, просто мы тут, мы хотим спасти людей, поэтому сделайте все за нас, и это оплатите, это довольно странный месседж. Поэтому, что мы можем делать, например, в том числе для переговорной позиции с Европой, чтобы люди отдавали возможность, мы можем сделать фонд частного капитала, единый из него оплачивать, например, временное жилье и какие-то минимальные для вот такого поддержания просто жизнедеятельности пособия и сказать, что на вас не ляжет эта нагрузка, мы будем брать это на себя. В том числе и кейсы, например, с письмами о снятии санкций, они показывают, что, в принципе, есть люди, которые не были прямо вот завязаны супер... И которые, ну, в общем-то, хотят получить интульгенцию какую-то. И, например, эти люди могут спонсировать спасение людей из России. Почему нет? Ну, то есть им можно давать такую возможность и говорить, вот если вы хотите... Ты считаешь, что это, ну, как бы, реально, что... А, пожалуйста. Это реально. Я думаю, что это можно пробовать. То есть мы не можем сказать, что какой-то стопроцентный вариант будет работать, но пробовать надо, потому что в противном случае все сядем и будем смотреть в стену и смотреть, как убивают людей и как умирают люди, которые воевали. Ну и второй момент, что мы можем привлечь, например, расследовательские или международные организации, которые имели представительство в России и уехали после начала войны, которым доверяют и западные страны, и мы им доверяем, ну и, соответственно, брать какую-то часть верификации на себя. Ну, то есть это два механизма, которые мы от себя, как от российского гражданского общества, можем предложить, чтобы уже, ну, например, обуправить какого-то визового режима, которые точно не воинственные преступники и которые не связаны с Путиным. А что делать? Ну, это большая работа. Хочу от всех наших зрителей поблагодарить всех, кто там тебя и всех остальных. кто занимается этим. А вот на текущий момент какую поддержку могут получить те, кто бежит от мобилизации, там, и от фальтических репрессий в России, там, в Ковчеге или в других организациях? На самом деле, помогающих организаций достаточно много. Кто-то помогает определенной целевой группе, например, работает с очень широким кругом людей, не только активисты, журналисты, правозащитники, но и в глобальном смысле наши единомышленники. Те, кто пусть раньше не участвовал в политике, но стоит на антивоенных позициях. Нам, на мой взгляд, очень важно сохранить вот этот человеческий капитал для будущей России. Путин, слава богу, не вечный. И после него, чтобы не получить нового диктатора, нам придется, ну, придется проделать большую работу. И для этого нам нужно много людей одного психологического взгляда. Поэтому очень важно поддерживать широкие люди. И мы можем достать шелтеры на первое время в Ереване, Стамбуле и Варшаве. К сожалению, можно сказать, что пожертвования сильно упали. Понятно, как это сейчас происходит, страшно. Но люди устанутся в повестке войны, поэтому все гуманитарные организации так или иначе после такого продолжения времени военных действий сталкиваются с падением пожертвований. Поэтому там нам пришлось закрыть тем. У нас есть шелтеровая помощь в Стане. И сократить шелтеровую помощь в Устане. Но мы смотрим по критерию нуждаемости и, ну, помочь по максимуму, сколько мы можем. Это психологическая помощь, это юридические консультации, изучение иностранных связей, это участие, которые преподают преподаватели-волонтеры Ковчега. Потом у нас есть в Ереване офис, который предоставляет участие, в том числе и военным проектам, инициативам. Коворкинг сам инициирует встречи. В Стамбуле мы часто проводим мероприятия. В Варшаве мы просим обычно партнеров, другие организации дать нам площадку. На самом деле мы тоже готовы поддерживать инициативы россиян. В некоторых есть очень активные диаспоры, которые просят там только, не знаю, помочь, заговориться, если кто-то приезжает и провести какое-то мероприятие. Ну и мы также, конечно, поддерживаем антивоенное движение. На сайте у нас собрано больше 240 инициатив, очень разные, от контрпропагандистских форматов до каких-то сеток внутри России. Гуманитарная помощь россиянам, украинцам, проекты, которые помогают с эвакуацией. Мы их промоутируем, мы делаем для них такие мероприятия обучающие, делимся опытом, пытаемся наладить информацию между российским гражданским обществом, как в России, так и за рубежом, с представителями западных фондов, экспертами, политиками, потому что последние десятилетия Путин и его режим, в общем, постоянно отгораживали россиян от глобального взаимодействия. И поэтому сейчас мы столкнулись с тем, что российское гражданское общество обособлено автономно и, к сожалению, не сильно видно на Западе. мы часто видим тезис, что все россияне за войну. Конечно, нет. Но нас плохо видно. И эту работу мы тоже проводим и надеемся, что она тоже принесет свободу. Да, так что, пользуясь случаем, наши зрители обязательно переходите на сайт Ковчега, можно там задонатить Ковчегу и там как список этих двухсот с лишним организаций, выбирайте по вашей душе, чем вы можете помочь или ваша эта организация может помочь. Все 200 список есть. Да, и сразу тогда такой вопрос про другие организации. Кого бы ты могла назвать или посоветовать, что они тоже помогают избежать призыва, мобилизации или как-то там с репрессиями, которые у нас тоже происходят, как-то помогают людям в беде? Знаешь, я сейчас боюсь кого-то забыть и этим самым обидеть очень классной организации. Поэтому отправлю в канал Ковчега. Мы постоянно готовим подборки по разным тематикам и там можно по поиску в канале найти и предыдущие подборки, которые помогают в той или иной сфере, потому что, как я сказала, от 240 аффективов мы собрали информацию и стараемся помогать им по возможности. Я боюсь, что если я сейчас начну перечислять, то мы разойдемся где-то ближе к завтрашнему. Так что, наверное, лучше почитать в канале. Так, у нас еще есть список вопросов, уже более таких адресных, как я отношусь к этому человеку. Ну, давайте я зачитаю. Как узнать, состою ли я на учете в военкомате, не обращаясь в военкомат? 20 лет живу за границей, но гражданство российское. Мене 35 не служил, в повестках не получал. Вообще, возможно ли это? В рамках срочной службы вам уже ничего не придет. После 27 лет, слава богу, эта повинность человека снята. В России в рамках мобилизации, ну, наверное, вам теоретически может прийти повестка. Но я думаю, вряд ли. Скорее всего, те дела, где нет, ну, собственно, военного билета, опыта воинской службы, они хранят это вообще на заборках военкомата, и вряд ли до них кто-то когда-то дотянется, тем более, если вы проживаете за границей. Вот. Но если вы сильно переживаете по этому поводу, то можете отправить своего представителя или почтой заявление о снятии схода учета, хотя, скорее всего, вас на него и не ставили, так как вы срочную службу не ставите. Спасибо. Вот еще такой вопрос тоже про конкретного человека. Человек говорит, что у него приписной действует до 30 марта 2024 года, а диплом он защищает позже. И потом собирается поступать в магистратуру. Нужно ли человеку идти в военкомат, что-то делать или оформлять отсрочку, вот человек опасается за свою безопасность в этой истории? Не нужно идти в военкомат, не ходите в военкомат. Поступайте, получайте отсрочку и ее представляйте уже, и лучше через представителя. Не подходите к военкомату. Так, что еще у нас есть такого интересного? Так, ну вот здесь есть вопрос, в какую страну лучше эмигрировать без загранпаспорта и с наличием инвалидности, но уже проговаривалось, это получается Армения, Казахстан и Кыргызстан, куда можно переехать. С военной балета категории D туда выпустят, вот непосредственно это беспокоит человека. Сейчас вообще никаких ограничений, ни на какие категории годности к воинской службе на границе не накладывают. Когда шла база мобилизации, то были буквально, я не могу точно сказать, но, допустим, 5% случаев испыток пересекли в границу неудачные по решению военкомата, но, как правило, это касалось тех, у кого есть выходные службы, поэтому вряд ли какие-то проблемы могут возникнуть в части пересечения границы. Спасибо. Это все вопросы, которые нам прислали до стрима, но сейчас мы зачитаем те вопросы, которые появлялись во время стрима. Вы можете, в обращении к зрителям, тоже задавать опрос через функцию поднятой руки. Мы постараемся до конца стрима всех, кого успеем озвучить. Да, и пока люди поднимают руки, может быть, Анастасия что-то хочет еще добавить к сказанному ранее, посоветовать что-нибудь. Ну, в первую очередь живите по совести, берегите себя вот, и не ходите в военкомат. Не ходите в военкомат каждый раз, повторяем, да. Не берите руки, повестка уже становится все менее актуальна, но военкомат это все равно запрет, не приближайтесь к нему. Так, здесь тянет руку человек по имени Хитчер, давайте дадим ему слово. Вот, включил. Не забудьте включить микрофон. Да, и если вы хотите задать вопрос, то поднимайте руки в чате. Меня слышно? Да. Слышно? О, здравствуй, Анастасия, здравствуй, Данил. Данил, у меня такой вопрос. Вы называли две организации, идите лесом, которые помогают выехать, и вторая, я не расслышал, можете повторить. Это первый вопрос. А второй вопрос, смотрите, я где-то прочитал, что дается отсрочка на получение первого образования. У меня высшее образование уже есть, если, допустим, поступить на второе образование, какое-нибудь среднеспециальное будет у меня срочка. Я служил, лейтенант запаса. Спасибо. По поводу организации, я купила вывожу, как вы водите, вот, идите лесом, есть еще золотой ключ, и была организация, сейчас пока нет активных фазм организации, они, ну, вредите лесом, я думаю, снова будут какие-то мобилиционные мероприятия, начнут выбрать жизнь, вот, но вот такие организации. Уважук, уважук, выважук, да. А, выважук, все, спасибо. Так, и второе, про отсрочек, но я пока-то... Ребята, если вы мне... Да, там был вопрос, как человеку еще отсрочку получить, если он уже служил, и у него уже есть высшее образование, вот, человек рассматривает, я понимаю, вариант со средним специальным еще. Ну, если уже есть высшее образование, то отсрочка, в том числе и мощное обучение, добавляться к сырине не будет, поэтому это не выход. Ну, то есть можно по здоровью чего-то пытаться получить какой-нибудь диагноз. Я читал, что ты получаешь впервые образование, там, впервые получаешь высшее образование, впервые получаешь среднее, специальное образование, дается отсрочка. Но пока подтвердить у меня нет. Там знакомые высылали документы по этому поводу, какие-то там распоряжения, акты, но я не проверял, решил, думают, у вас уточнить. Просто именно впервые. Вот я хотел вас уточнить по этому вопросу. А на самом деле... Магистратуру и аспирантуру вроде можно. Магистратура нет, аспирантура, да, магистратура нет. У меня специалитет, я заканчивал давно, у меня специалитет, поэтому у меня магистратура не катит. А вот якобы специалитет специальная, впервые полученная, якобы вроде она дает отсрочку, если поступить. Пока нет подтверждений. Ну, это очень узко специализированный вопрос. Наверное, лучше обратиться в школу призывника, они непосредственно занимаются такими кейсами и знают ответ на все тонкости, потому что здесь все-таки нужно знать не только закон, но и практику его применения, как его трактуют. Да, кстати, ссылки есть. У нас есть штуки на канале Ковчега, на организации, которая помогает, за его отсрочкой на гражданской службе, и школа призывника, и призывника совести. Еще несколько акцентаций, вот мы не так давно заковали подборку, поэтому обязательно посмотрите, они все очень классные, и у них сотня кейсов всяких разных. Даем тогда слово Александру. Разрешаем говорить. Александр Чечничев, микрофон, да. Скажите, пожалуйста, как в запасе людям реагировать на вот эти вот потоки вброса информации касаемо вот этого вот электронного реестра повесток. Где-то пишут в пабликах, что время есть до октября, что якобы у нас в России все делают тяп-ляп, да, и он заработает полную силу к осени. Но не стоит обольщаться. Где-то уже белькают скрины повесток в московских областях. Хочется понять, какой дедлайн, если это возможно вообще понять. Или мне никто не сможет ответить на этот вопрос, к сожалению, наверное, да? Я боюсь, что никто, и более того, всякие, например, у медиа источники в Кремле, источники еще где-то, часто это не гарантия, и там, например, даже если собеседник где-то работает, то он пытается показать свою осведомленность. Поэтому здесь мы можем только, ну, если у кого-то вдруг есть какие-то надежные источники, там, не знаю, в каких-то ведомствах, то может и можно узнать, но вряд ли мы узнаем, надежный ли это источник. Поэтому тут боюсь, что никто не скажет, и никто наверняка не может знать, кто не соберет по властной структуре. Спасибо. Ну, я могу добавить, что обещали, по крайней мере, официально, что он будет только с осени работать в электронный реестр, но сегодня представитель военкомата федерального уже сказал, что они будут тестировать на весеннем призыве, и не уточнил, сколько это будет, там, 10, 20 или 100% будет уже вот этот электронный реестр покрывать. Так что просто верить им абсолютно нельзя, это уже многие годы из опыта. Вы как считаете, он в первую очередь затронет, скажем так, свежую кровь, в кавычках, то есть призывников, или там, может быть, перемешку с теми, кто в запасе, и непонятно вообще, как будет? Здесь зависит от решений действий Кремля, которые мы предугадать, я боюсь, уже не можем, потому что они полностью шизофренические. Решат ли они, оставлять мобилизационные мероприятия и отправлять на фронт, убивать как можно больше. Или они там пока будут, не знаю, рассчитывать набрать добровольцев, но чаще это люди, у которых низкий доход, и которые таким образом хотят заработать или будут дальше рекрутировать через ЧВК Вагнера из колоний, здесь мы сказать не можем. И боюсь, что даже люди, которые там где-то находятся в высших эшелонах власти российской, они вряд ли знают, какие действия там через месяц решат Путин и генералу. Поэтому пока это касается больше срочников, пока не было каких-то свидетельств или сообщений, что там идут активные мобилизационные мероприятия. Но как будет через неделю или через месяц, тут, к сожалению, не ответит никто. Так, и у нас еще появились вопросы через бота, поэтому я сейчас, пожалуй, тоже их задам. Человек планирует покидать Россию или длительно находиться за границей, задается вопросом, что делать, когда закончится загранпаспорт, потому что человек не может сейчас оформить загранник на 10 лет, отказывают в выдаче, а осталось там, по-моему, несколько лет буквально заграннику. Ну, смотря на каком основании отказывают в выдаче, если у вас какие-то долги, например, не оплачены и по этому основанию отказано, то, к сожалению, этот запрет никак не обойти, тем более, если уже у консульского учреждения есть эта информация, то, ну, никак. Вот, если по каким-то причинам техническим вы не так заполнили заявление или еще что-то, то запомните правильно. И вот еще тоже человек спрашивает, можно ли будет получить загранпаспорт и выехать за границу, если у человека нету военного билета и в паспорте стоит штамп, что он военнообязанный. Вот, опасается, что могут ли человеку по какой-то причине отказать в выдаче загранпаспорта? Ну, как правило, нет уж, давно не требуют документы воинского учета, при оформлении загранпаспорта, поэтому, если будут требовать, посылайте их подальше и говорите, что нет такого требования. И вот еще другой человек опасается, что не сможет уехать уже после отправки повестки, вот, если вообще какая-то у людей возможность, вот, какое-то время, вот кто-то говорил про 7 дней, собственно, успеет ли человек уехать, если ему придет повестка? Смотрите, тут есть 2 разграничения даты временных промежутков. Предполагается законом, когда будет введен единый реестр воинского учета, что с момента, например, военком нажал кнопку отправить в виде, она уходит в личный кабинет госуслуг, и с этого же момента он может нажать соседнюю кнопку и наложить, с момента отправки повестки, наложить запрет на выезд. В повестке стоит дата, например, там, 20 апреля. 20 апреля не приходит, и через 20 дней с момента заявки могут наложить и другие ограничения, связанные с управлением авторитетов, операцией транспорта, операцией неудачного имущества и так далее. Поэтому в части запрета на выезд, там прямо прописано, что с момента отправки повестки это ограничение может быть наложено, но и действует до того момента, пока человек в военкомат не явится. Пока этого автоматизма нет, пока единый реестр воинского учета не введен в эксплуатацию, поэтому вот так вот нажать на двумя кнопок этого происходить не будет. Соответственно, военкома нужно будет написать письмо, отправить его в другого ведомства, пройдет время, пока... И пока этот реестр воинского учета не введен в эксплуатацию, теоретически можно. И еще вот в таком случае вопрос. Люди думают, как им избежать призыва. Есть такое конституционное право на альтернативную гражданскую службу. Вот что ты думаешь в контексте нового законодательства ОБГС, стоит ли пробовать подаваться? Ну, пробовать, конечно, если у вас нет возможности уехать, пробовать стоит. Чаще, конечно, отказывают альтернативную гражданскую службу и не любили до начала войны. Отказывали постоянно. Но, тем не менее, это может пока рассматривать ваше предприятие, затянуть процесс. Но еще раз скажу, помните, что бывают и незаконные какие-нибудь действия. Ну, то есть, условно, все схватили, и все подсцали, и вы поехали. Поэтому сами можете проконсультироваться. Подробнее мы уже называли школу-познавника, призыв к судьбе, движение сознательных отказчиков и другие организации, которые как раз у них огромная база знаний, база документов, примеров, в которые и найти все заявления, если, например, у вас нет средств, чтобы на них провести дело. У них есть и вся база заявлений, примеры заявлений. пояснений, пояснений, пояснений. Пояснений. Спасибо. Если кто-то еще хочет задать вопрос, поднимает руку Вадим, даем ему слово. Вадим, можете включать микрофон. Здравствуйте. Анастасия, здравствуйте, Даниил. Добрый день. Вас хорошо слышно? Да, вас слышно. А я просто молчу. Я говорю, здравствуйте, добрый день. Вот у меня такая ситуация произошла. Мы с сыном проживали с 21 год в Украине. У меня жена в Украине. Тогда началась вот эта незаконная война. Нас депортировали. 18 апреля меня и сына. Иди сюда. Ну вот он стесняется, не суть. Это самое. Нас депортировали с Украины, да. Мы уехали в Молдавию без нами. Ну, против нашей воли. Мы против этого режима, который сейчас здесь творится, сами понимаете. Вот. И мы поехали в Турцию, нас там обманули, в такую ситуацию попали. Мы не согласны с политикой. Мне 51 год. Я в военкомате уже не состою. Он тоже не состоит. Куда нам лучше обратиться, чтобы нам выехать в Европу, чтобы у меня супруга тоже выехала в Европу. Понимаете, мы хотим соединить семью, и мы против этой политики, которая творится. Жалко ребят. У вас был ОТ или ПМЖ? У нас, на Украине мы ничего не успели сделать. У нас гражданство российское, но мы без прописки. Ну, тогда под программой статуса временной защиты, которая для украинцев и для тех, у кого было ПМЖ в Украине, потом и российские граждане на 24 феврале. Да, да. Нас депортировали, депортировали против нашей воли. Мы там хотели купить жилье и оформить, но нам не получилось из-за этой незаконной действий российского правительства. У нас депортировали, и документы российские, а у нас здесь ни жилья, ничего. Мы хотели бы в Европу туда поближе. Куда вы подскажете? В Варшаву, в Польшу, к примеру? Достаточно сложная ситуация, потому что каких-то специальных программ, в том числе гуманитарных, для таких случаев нет. Можно смотреть оптичу реликвизации в странах, например, визы фрилансера. У вас есть какой-то доход, что можно подсказать специально. Вы видите, мы вот сейчас здесь проживаем, только на жизнь нам хватает. Мы хотели бы выехать в Европу, там все-таки работать можно, правильно? И супруга у меня гражданка Украины, и она бы тоже приехала оттуда. А если... Не понял. Пропадайте. Если у вас супруга гражданка Украины, вы находились на 52-м году. Мы там целый год прожили на Украине, потом нас депортировало украинское правительство. Мы письмо написали, это самому... Написал письмо Владимиру Зеленскому, я сам лично, и нас спустя две недели просто депортировали. Я поймали. Потому что мы были граждане России. Так, у вас жена гражданка Украины или гражданка России? Жена гражданка Украины. Ну, соответственно, у вас супруга может претендовать на статус... Пропадаете вы сейчас. Сейчас, это самое... Ну, подождите. Сейчас, секундочку. Сейчас я просто интернет возьму посильнее. Я через VPN работает, да? Вы говорите, а я не слышу слов. Хорошо? Сейчас я... Я не раздавал. Да, я, наверное, скажу, может быть, меня слышно. Нет, все, все, все. Да, возможно, ключевое решение здесь в том, что если ваша супруга гражданка Украины, то, собственно, вам нужно будет миграционным властям доказать, что она ваша супруга, она-то имеет право на, как я понимаю, пребывание в странах Евросоюза. Да, она имеет, она просто не знает, но она выйдет, там, у нее сложности с выездом из-за того, что у нее бывший муж, чтобы это самое элементы подал. Не суть. Это разберемся. Я говорю про то, что нам в Украине... Есть просто правила воссоединения семейных, сколько я помню. Да, да, да. И 13-й по международному закону ООН вообще нас не имеют права. Оттуда вытворяют. 13-я статья международного закона ООН. Самый такой путь верный на основании гражданства вашей супруги, соответственно, подаваться на статус временной защиты, можно посмотреть, что граждан Украины помогают в той стране, в которую вы хотите уехать, и которые помогают с воплением и прохождением вот этого этапа. Ну, это Польша ближайшая, там, да, она со Львова, со Львова сама, город Львов. Конечно, она пока департанция. Да. А у нас департанция Украины. Да. Напишите условно нам в бота, мы, может, поищем вам какую-то информацию, вот, что-то со связью. Да, да, я вам напишу данные, мои, мои и сына, как бы, напишу данные, да, и супруги не могу. Да, давайте мы отдельно. Да, давайте, да. Случай очень сложный, и так вот на скидку очень тяжело вам помочь. Да, нам посоединить свою семью, а мы бы в Европе нашли бы работу просто, ну, можно работать волонтерами, я много чего. В России нормально не было. Потому что здесь, конечно, мы напишите в обратную связь, она есть в описании канала. Спасибо вам, ребята, вы хорошие дети, и спасаете много русских нормальных людей, спасаете парней. Потому что жалко и наших парней, и тех парней, всех жалко. Ну, не мы развязывали это, что? Ладно, всем добром, Вадим, давайте дадим слово следующему человеку уже. Добро, все, хорошо. Так, хитчер, у него, видимо, новый вопрос. Вот, можете говорить? У меня слышно? Да, слышно, прекрасно. Теперь я снова, прошу прощения, Анастасия, а вы не могли бы где-нибудь закрепить эти компании, которые занимаются вывозом? Детей лесами нашел, а вот Вова Жук и какой-то золотой ключик, не могу найти. Вова Жук. А, вы Вова Жук. Хорошо, хорошо. А где-то могут закрепить какие-то, у них телеграм-канал или что, или сайт где-нибудь? Ватеринка так сделаем, мы в телеграм-канале весны, прямо где вы сейчас все стрим, мы сделаем подборку всех организаций, ну, уже, наверное, не сегодня, а завтра, в ближайшие дни, прочитайте. Благодарю. Если что, вы можете тоже нам написать в бота, обратной связи, спросить тоже. Спасибо, благодарю, спасибо, извините. Да, тогда давайте даем слово Александру. Александру. Так, Александр, можете включать микрофон. И, наверное, это будет предпоследний вопрос, там еще человек руку тянет, после этого, наверное, мы будем заканчивать. Добрый вечер. Не так давно как раз обсудили этот вопрос по поводу повестки и выезда за границу. Все понятно, что в случае, когда пришла повестка, выезд за границу будет ограничен, но вопрос, все-таки будут ли какие-то маршруты. Я вот слышал про то, что можно по внутреннему паспорту въехать в Республику Беларусь, а оттуда уже по загранпаспорту куда-нибудь улететь. Будет ли работать это после отправки повестки? По аналогии могу сказать, например, с теми, у кого есть долги, кто не выездной за долгов. Сейчас базы нормально не объединены с Беларусью, поэтому у людей до сих пор есть возможность, у которых наложено ограничение на выезд из Российской Федерации. На данный момент есть возможность выехать в Беларусь и действительно из Беларуси вылететь уже в другую страну. Правило, это удается в большинстве случаев. Будет ли это работать через полгода, не объединят ли они базы, это вопрос. Но пока, по крайней мере, такая вот дейка действительно работает. Все, спасибо вам большое. Тогда даем слово Максиму. Можете включать микрофон. Здравствуйте. Слышно меня, да? Да, слышно вас. Да, вас слышно. У меня вопрос такой по снятию с воинского учета. Я нахожусь уже с сентября, получается, за границей. Имеется ли у меня возможность сняться с воинского учета? Каким образом это сделать? И есть ли в этом смысл? Либо лучше вообще не взаимодействовать с военкоматом? Но у меня ни повестки, ничего нет. Я, соответственно, уже не призывного возраста. То есть, стоит ли вообще это делать? Но это в плане дальнейших волн мобилизации. Спасибо. Ну, смысл однозначно есть, особенно если вы находитесь за границей и не позволяете, например, возвращаться на постоянное место жертвы в Россию, пока в СССР там. Вот. И смотрите, по дистанционному снятию с воинского учета вот эти поправки предусмотрели снятие с воинского учета без явки. Пока под заправлением на правовые акты, которые раньше регулировали, не прописана личная явка. Но, тем не менее, были случаи, и вот в случае, когда люди оформляли доверенность, ходили писали доверенные лица заявления, объясняли причину, понимали, что человек живет за границей, представляли какие-то документы и дистанционно вот так снимались через доверенное лицо с воинского учета. В принципе, можно это сделать. Это тоже, по-моему, или движение социальных подкачек. Школа, по-моему, движение социальных подкачек в том числе и текст заявления. У них есть знания, где можно все это, все примеры скачать. Вот. И там есть примеры. И не снятие с воинского учета. Поэтому, как бы, можно не сильно торопясь просто этим вопросом как-нибудь озаботиться. Либо также коллеги-юристы предполагают, что будет работать в том числе и способ уведомления военкомата через почтовую работу. Пока никто не проведал. Вот. Но тоже можно попробовать. Это будет, соответственно, меньше затрат и проблем, чем дело. Так. Но на данный момент, получается, через госуслуги еще этот способ не работает. То есть, вроде... Пока нет. Так. Ну, все понятно. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Так. У нас больше нет вопросов поднятых рук в чате. Поэтому мы будем завершать. Спасибо Анастасии, что ответила сегодня на такое большое количество вопросов. Думаю, это было полезно как для тех, кто слушал это в прямом эфире, так и тех, кто посмотрит это в записи. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, что смотрели этот эфир. Спасибо Анастасии. А с нами была Анастасия Буракова, основательница Ковчега. Ссылки на все ресурсы мы опубликуем следующим постом. Спасибо, что были в эфире. Да, если у вас есть предложение, кого еще позвать в эфир, пишите также нам в бота. Всего всем доброго. Субтитры сделал DimaTorzok